В Ярославле прошел Всероссийский форум «Некрасов и Достоевский. Вечная и Новая», посвященный 200-летию классиков. Форум собрал более 80 исследователей из разных уголков России, а также из Беларуси, Польши, Венгрии и Финляндии. Мероприятия поддержали Министерство науки и высшего образования России и Департамент культуры Ярославской области. Организаторами форума выступили ЕРГУ, Областная библиотека имени Некрасова, ЯГПУ, Музей-заповедник Карабиха, Ярославское общество русской словесности. Мы носим имя Николая Алексеевича Некрасова, поэтому в год 200-летия это наша естественная жизнь, что называется. Везде, где произносят имя Некрасова, где говорят о Некрасове, мы считаем своим просто прямым долгом участвовать и поддерживать. Библиотека, особенно в наше время, видит свою задачу в просветительской деятельности и в популяризации классики. Долгое время, занимаясь популяризацией Некрасовой, мы поняли, что эта деятельность важна, интересна и нужна в современном мире, поэтому, конечно, наше участие в конференции – это естественный результат нашей посрединенной деятельности. Центральным событием форума стала конференция, которая прошла в актовом зале Демидовского университета. Участники конференции отметили острую необходимость нового прочтения Некрасова и Достоевского. Наша конференция «Дискурс Некрасова и Достоевского. Культурное наследие и его интерпретация» была задумана достаточно давно, два года назад. Конференция достаточно обширная. Радует то, что действительно приехали люди неравнодушные к творчеству наших великих соотечественников. И то, что у нас намечаются, я думаю, что хорошие перспективы, потому что очень много докладов посвящены тем проблемам, которые еще не исследованы. То есть говорят обычно, что все исследовано, не о чем говорить. Что там можно говорить о Достоевском? Оказывается, есть что. И наша молодежь, в частности, будет об этом говорить. У нас два дня идет молодежная секция. И студенты тоже приехали из Петрозаводска, из Москвы. Наши ярославские студенты будут выступать. То есть я думаю, что это будет очень интересно. У нас сегодня будет презентация новых книг, которые только-только вышли еще буквально, привезены нам. А кто-то еще даже и не привез их, потому что они еще лежат в типографии, в издательстве. Я думаю, что все будет очень интересно. Молодежь задается вопросом, зачем читать классику сегодня? Тексты классиков литературы сложно читать и понимать. Тем не менее, они представляют интерес для думающего читателя. Причем не только взрослого. Мы, читатели нового поколения, с новым опытом, с новыми целями, взглядами, мы, Достоевского и Ленинградского, можем использовать их как собеседников, как мудрых, как очень глубоких, которые нам могут что-то сказать. И очень важно. И то, чего не видели современники, а вот нам открывается лучше. Вот эти конференции как раз, вот накопление материала ужасно ценного, да. И вот эти новые чтения, и это прекрасно, так должно быть, в этом надо участвовать. Очень хорошо, что собрались люди, которые готовы это делать. Для меня очень интересен формат, прежде всего, что я впервые раз на конференции совместной по Достоевскому-Некрасову. Что вот на конференциях по Достоевскому я уже был в этом году, на четырех примерно. А вот на такой, конечно, еще не было. Поэтому я думаю, что должны быть какие-то новые коллеги совершенно, будет оживленная коммуникация и интересные доклады. Потому что сейчас столько всего издали нового, что, я думаю, будет много очень приятных неожиданностей. Ну и атмосфера очень теплая. Я очень люблю Ярославль. Многократно здесь уже бывал. Но в университете, кстати, первый раз. Произведения прошлого дают ответы на злободневные вопросы. В этом их ценность и современность. А значит, 200 лет для классика отнюдь не возраст. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова